Здравствуйте! Вы смотрите информационную передачу новости Красноармейска и с вами в студии я, Анна Кушнаренко. О самых важных и заметных событиях прошедшей недели в Красноармейске вы узнаете прямо сейчас из нашего обзора. Управляющая компания МКД «Восток» с 1 апреля приступила к обслуживанию жилого фонда южной части города. В первый же день начались работы по очистке продумавых территорий от снега. Подробнее в репортаже Юлии Репиной. С сегодняшнего дня компания МКД «Восток» приступила к расчистке дворов в южной части города. И сейчас мы находимся по адресу «Новая жизнь. Дом 1», где и происходит, собственно, работа. Разгребать снежные завалы, дабы предупредить подтопление подвальных помещений, начали еще в конце прошлой недели. Но вскоре стало очевидно, что за считанные дни проблемы не решить. В каком состоянии дворы находятся? Дворы очень в состоянии. Могу сказать, пусть камера снимет, тут 30 сантиметров леда. Вообще тут не убрано было абсолютно. С утра сегодняшнего территории работают три трактора, убирают все дворы. За выходные дни из города «Восток» вывел больше 858 кубов снега. За неделю, 7-8 дней будем исправить все это, которое нам компания лидера оставит. И будем дальше убирать до 3000 кубометров снега и леда из дворах. На данный момент сейчас техника работает. Новая жизнь, дом 1. И дальше будем до 5 вечера весь дворы убирать. И завтра приступаем к уборке грузовиками снега. Вывоз снега. Да, вывоз снега будем. Расчистка одного двора проходит примерно за полтора часа. Дабы предотвратить подтопление подвалов жилых домов, в начале недели, когда за окном стояли минусовые температуры, трактора работали с 8 утра и до вечера. Работы по уборке придомовых территорий шли одновременно на трех улицах южной части города. Новая жизнь, Краснофлотская и Морозова. Помимо уборки дворов в жилфонде южной части города накопилось немало других проблем. Все они требуют скорейшего решения. В частности, речь идет о бесперебойной работе по вывозу мусора. На этой неделе вместо компании «Экопромстрой» в южную часть города вернулась мусоровозящая компания «Экон». Об этом в своем интервью нашему телеканалу рассказала генеральный директор управляющей компанией «МКД Восток» Наталья Григорьева. «Была проблема с уборкой мусора. Первого числа у нас вступила компания «Экон». Вот я могу показать. То есть на первое число вот это было. К вечеру первого числа компания «Экон» очистила всю территорию. Вот сегодня уже работает в нормальном режиме». Полную версию интервью с Натальей Григорьевой смотрите на нашем канале в ближайшее время. Снег сошел вместе с асфальтом. Автомобилисты города вновь столкнулись с ямами на дороге, которые мешают нормальному движению транспорта. Представители дорожной службы МСК на пятничной планерке в администрации Красноармейской обещали приступить к ремонту городских дорог, когда высохнут лужи. В конце апреля, после интенсивного занятости снега, после проведения ямочного ремонта, сейчас тяжеление показано, что зонный завод закрыт и укладывают асфальт в традиционном способе. Но в данном случае, как только завод откроется и начнет асфальт подсыхать, для того, чтобы плановый проводить ямочный ремонт, он был качественным, потому что сейчас мы будем воду складывать асфальт, он просто светит потом. С наступлением весны на улицах Красноармейска все чаще стали замечать большие стаи бездомных собак. Активизацию собачьей жизни на оперативном совещании 5 апреля обсуждали в администрации города. Главный санитарный врач города Наталья Сенина потребовала от сотрудников отдела городского хозяйства регулярных отчетов о результатах отлова бродячих животных. С января этого года отловом собак занимается компания «Чистое небо». С начала года эта организация провела три рейда по отлову. Как нам сообщили в отделе городского хозяйства, следующий отлов запланирован на апрель. 12 апреля страна отметит День космонавтики. Накануне 8 апреля в школе номер 4 состоится общегородской классный час. В рамках этого мероприятия пройдет встреча с героем России летчиком-космонавтом Юрием Маленченко. Во время встречи знаменитый космонавт расскажет о своей работе, о современных достижениях в области космонавтики, а также ответит на все вопросы участников мероприятия. Напомню, место встречи – школа номер 4. Время 14.00. Приглашаются все желающие. Для православных христиан сейчас время Великого Поста. Пост начался 18 марта, а закончится он 4 мая. Об этом и многом другом в храме Вознесения Господня 2 апреля на встрече с учащимися городских школ беседовал новый настоятель церкви Вознесения Господня, отец Георгий. Как выяснилось, такие встречи подростков и служителей церкви в наше время далеко не редкость. Прихожанин – добрый человек, который трудится. Основное место его работы – это детский и юношеский центр города Красноармейска. Он, в том числе, организует в нашем храме вот такое вот общение, встречи с детьми. И это огромная помощь с его стороны, потому что у настоятеля, конечно, много очень хлопот. Это и материальное содержание, и причата, и храма. Это богослужения, это городские требы, это больницы, школы. Вот с его помощью организуются такие встречи в храме. И очень радостно проводить такие встречи, потому что самое главное – это интерес детей к духовным вопросам. Когда людям безразлично все, это очень настораживает, это пугает, это очень тяжело нести. Трудно достучаться до таких людей, которые, как говорит Господь, ни холодны, ни горячи, они безразличны. Когда есть такой интерес и желание что-то узнать, и в том числе ради изменения своей жизни, это очень радостно. Нет большей радости для священника, чем неравнодушное отношение людей и молодых людей к вопросам, касающимся души, духовной жизни. С новостями культурно-спортивной жизни города, анонсом мероприятий на следующую неделю, а также прогнозом погоды, вас ознакомят мои коллеги Елизавета Гусева и Мария Власова. А я, Анна Кушнаренко, с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, с вами Елизавета Гусева. Из новостей спорта. Женский футбольный клуб «Россиянка» завершил свое выступление в Лиге чемпионов УЕФА. 28 марта на стадионе в Лужниках в ответном матче Лиги чемпионов девушки уступили немецким футболисткам в Вольфбурге со счетом 0-2. С общим счетом 1-4 россияночкам опять не удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. В женском футболе продолжаются сражения за золотые медали в чемпионате России. 1 апреля в рамках 12-го тура на стадионе «Локомотив» в Перово россиянка принимала команду из Рязани, Рязань-ВДВ. Итогом встречи стала победа наших девушек со счетом 2-1. Поздравляем наших россияночек. Далее о новостях культуры. 29 марта в Доме культуры имени Ленина прошел фестиваль ретро-песни. На нем побывала наш корреспондент Александра Крючкова. 29 марта в ДК имени Ленина прошло открытие Дней культуры. В рамках открытия состоялось награждение выдающихся работников культуры нашего города, а также прошел ретро-фестиваль. На сцене Доколенина исполнялись шлягеры 70-х годов. Зрителям предоставилась возможность окунуться в атмосферу тех лет. Это не последнее мероприятие, проводимое в рамках Дней культуры. Напомним, что Дни культуры в Красноармейске продлятся до конца мая. 31 марта детский садик «Светлячок» отпраздновал свои 80-летия. На празднование побывала наш корреспондент Юлия Репина. Подробности в ее репортаже. «Светлячок, светлячок, маленькая крошка, погаси огонек, отдохни немножко». Свою историю детский садик номер 3 «Светлячок» отсчитывает с 1933 года. А началось все с открытия детских яслей. Ни одно поколение было воспитано в «Светлячке». И на протяжении всего времени воспитанием подрастающего поколения занимались опытные педагоги. За многолетний труд были отмечены грамотами главы города нынешние и прошлые работники «Светлячка». Поздравить родной садик с юбилеем пришли его выпускники. «Светлячка» Но, наверное, самым трогательным было все же поздравление от его нынешних воспитанников. Субтитры создавал DimaTorzok Далее проходил конкурс под названием «Визитная карточка», в которой каждая конкурсантка рассказывала о себе. И завершался конкурс в финальном дефиле в вечерних платьях. Итак, самой старшей возрастной категории от 11 до 12 лет победу одержала Анна Дмитриева, покорившая жюри своей улыбкой и чудесным исполнением танца «Яблочко». Я чувствую радость, ну, прям вот я не знаю, в словах это не описать, чего я сейчас чувствую. Ну, чувствую то, что я наконец-то победила, то, что... радость, в общем. Кому ты хочешь сказать спасибо за эту победу? Ну, своим всем близким, хочу сказать. Долго готовилась к этому конкурсу? Очень долго. В средневозрастной категории от 9 до 10 лет победила Ксения Фурменкова, исполнившая в паре с Анастасией Ильиновой танец «Плакали зверюшки». Я чувствую радость, что я победила, ну, и я даже не ожидала этого. Почему ты не ожидала? Потому что я думала, что кто-то другой победит. А я вдруг раз и победила. Ну, ты же старалась, готовилась. Кстати, долго ты готовилась? Не очень, но мы... Ну, я пришла позже всех, но быстро все запомнила. Каждый, кто выступал на конкурсе, постоянно побеждал. И пусть у всех будет счастье. А главный приз и звание «Веснушки-2013» среди самых юных участниц в категории от 7 до 8 лет заслуженно получила Карина Калина. Сложно было выступать? Да. Ты волновалась? Какой конкурс понравился тебе больше всего? Стих про себя. Приветствую, визитную карточку как-то. Визитную карточку. Наталья, расскажите, как долго вы готовились к этому конкурсу? Ну, как узнали, прочитали положение. Сразу активисты приняли участие, думали, что не надо скрывать такую красоту. Надеялись все-таки. Очень рада, что моя дочка победила. А теперь мы предлагаем вашему вниманию обзор мероприятий культурных учреждений нашего города. Внимание, не пропустите! 7 апреля в городском дворце культуры состоится шоу-программа «Его Величество танец» в честь десятилетия школы танцев «Алиф» Натальи Гусевой. «Алиф» – это ведущая школа восточных танцев в России, в которой воспитано не одно поколение чемпионов России, Европы и мира. «Алиф» – школа, которая помогла миру узнать о нашем городе Красноармейск. Приглашаем всех отпраздновать с нами десятилетие школы танцев «Алиф». По вопросам приобретения билетов вы можете обратиться по телефону 8-916-674-69-49. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами городской дворец культуры. Вашему вниманию хочу предложить анонс мероприятий на ближайшее время. Не пропустите! 12 апреля в 18 часов на свой первый отчетный концерт «России. Звонкие напевы» всех жителей города приглашает ансамбль народного творчества «Талица». В программе прозвучат старинные народные казачьи песни, современные авторские произведения, написанные в народном стиле. В концерте примут участие хореографический коллектив «Сударушки», хор русской песни «Ивушки», вокально-инструментальный ансамбль «Сплэш». 13 апреля в 11 часов сцена городского дворца культуры превратится в большой подиум, на котором пройдет очередной областной конкурс театров моды «Подиум-2013». 14 апреля в 12 часов мы ждем у себя юных жителей города на театрально-цирковое представление «Приключения Фунтика» с участием дрессированных животных. Билеты уже в продаже. А вечером в 17 часов на свой отчетный концерт «Музыка весны» приглашают коллективы «Недетское время. Час-пик» их бессменный руководитель Людмила Александровна Пизаева. 19 апреля в 17 часов в городском дворце культуры состоится праздник труда Московской области «Слава рукам трудовым», где будут чествовать лучших людей труда. Вход свободный. И еще раз напоминаем, что 23 апреля в 19 часов народные артисты России Галина Польских и Валентин Смирницкий представят на сцене городского дворца культуры комедийный спектакль «Последняя попытка или хочу купить вашего мужа» по пьесе Михаила Задорнова. Билеты уже в продаже. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону, который видите на своих экранах или у нас в городском дворце культуры. Следите за нашими анонсами, и мы будем подробно рассказывать о всех культурных событиях. И надеемся, что вы не пропустите встречу со своими любимыми коллективами и артистами. Добро пожаловать и приятного вам отдыха! Добрый день, дорогие друзья! Я хочу вас познакомить с мероприятиями, которые будут проходить в Доме культуры имени Ленина. 9 апреля мы приглашаем на городской детский фестиваль «Хрустальные роднички». Фестиваль будет проходить по четырем номинациям – хореография, вокальное пение, художественное слово и театральная постановка. 12 апреля в 13 часов для старшеклассников школ города будет проходить встреча, чествование ветеранов локальных войск при участии ветеранов вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. 14 апреля в 18 часов мы приглашаем на концерт «Золотой гитары России» заслуженного артиста России Виктора Зинчука. Если вас заинтересовали наши мероприятия, справки по ним вы можете получить по телефону, который видите сейчас на экране. Мы ждем вас в Доме культуры имени Ленина. До свидания! Совсем немного времени осталось до главного события в библиотеках страны – «Библионочи-2013». В ночь с 19 на 20 апреля всех от малы до велика ждут в Центральной и Детской библиотеках Красноармейска. Вечер начнется в 18.00 праздником для детей и их родителей в Детской библиотеке. Вы совершите веселое и увлекательное литературное путешествие в 20 век. Узнаете, как было весело в те далекие времена, когда не было ни компьютеров, ни телевизоров. Конкурсы, викторины, игры-бродилки и много-много призов. А еще можно будет послушать сказки, записанные на старой пластинке, посмотреть диафильмы с помощью забытого фильмоскопа. Здесь же, в картинной галерее, только в эту ночь, море музыки и выставка уникальных нотных обложек начала 20 века. А в 20.00 начнется программа для взрослых. Такие разные 20-е. Поэзия в библио-арт-кафе «Стойла Пегаса», непрерывный киносеанс лучших фильмов золотого века кино, калаш-инсталляция фигуры авангарда, маргинальный трактир, множество конкурсов с удивительными призами и центральное произведение «Библионочи» – роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Готовьтесь к конкурсам и викторинам. Читайте Булгакова, Маяковского, Есенина, Блока, Зощенко, Хамса и Бабеля, а вместе с детьми обязательно прочитайте Чуковского, Михалкова и Маршака. Приходите на «Библионочь», обещаем, будет интересно. Ждем вас 19 апреля с 18.00 в детской библиотеке и с 20.00 в центральной библиотеке по адресу микрорайон Северный, дом 31. А с прогнозом погоды вас ознакомит наша коллега. Здравствуйте, с вами Мария Власова. Я представляю вам прогноз погоды на следующую неделю. В первые дни недели дневная температура составит от 0 до плюс 2 градусов. В ночные часы снова подморозит – минус 2, минус 5. Во второй половине недели температура днем повысится и составит плюс 3, плюс 6 градусов. Ночью – минус 2, плюс 1. Преобладает облачная погода, осадков не ожидается. На этом все. Желаем вам хороших выходных и удачной недели. Смотрите нас, и мы будем держать вас в курсе событий. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...